Если кто-то приносил рыбу, это просто блин. Всем привет, друзья! Вы на канале Покашеварим, это жертва маркетинга. И сегодня новый обзорчик. Нет, не на новый айфон. Да как так-то, а? У меня канал про еду, поэтому у нас что-то новенькое от Мираторга. Вот такие вот штуки мне попались в магазине Перекрёсток. Давайте посмотрим. Это прям... Тут есть фишечки. Я уже почитал коробку, и тут есть очень странная штука, на которую стоит обратить внимание и проверить. И я купил всё, что продавалось. Это бурый рис с говядиной, это фарфале с курицей и треска с бурым. Нет, с каким, с обычным просто рисом. Вот бурый рис с говядиной. То есть тут рис с говядиной, а тут треска с рисом, да? Пропорции, по идее, должны быть разные. Ну, во-первых, давайте признаем, что выглядит это действительно очень аппетитно. И, к сожалению, вот я всегда хвалю открытые упаковки, в которых можно посмотреть начинку, да? Но в данном случае не очень корректно, мне кажется, посмотреть, что внутри. То есть, да, можно сказать, да, открытая, возьми и посмотри, что там внутри. Вот, кстати, что внутри. Но доставать это из картонной коробки в магазине, ну, как-то неприлично, мне кажется. Потому что, во-первых, есть ощущение, что ты можешь её порвать, она там вот хорошо запечатана. Но, в целом, это, конечно, такое прикапывание моё. Вот, что внутри коробочек Мираторг. Это что? Это треска с рисом, фарфали с курицей и бурый рис, но вы его уже видели, да? Вот так вот выглядит бурый рис. И, может быть, некоторые уже обратили внимание, что вот здесь написано «свист». Видите, да? Свистит и готово. Тут индикацией готовности блюда при подогревании в микроволновке является свист. Мы это, конечно же, проверим. Вот я про эту фишку говорил. Весят они по 300-320 граммов, то есть это довольно большая порция для того, чтобы наесться. Я не думаю, что с весом могут быть какие-то проблемы, но всё-таки давайте проверим. 320 граммов. С учётом упаковки 336. 320 граммов треска. 366. 330 граммов. 356. Никаких проблем. В рекомендации по приготовлению гласит, что мы должны поставить в микроволновку 700 ватт. И когда засвистит, значит блюдо готово. Его можно перемешать и кушать. Цены на эти штуки, учитывая их вес, довольно разумные. Где-то 50-60 рублей за 100 граммов. Исключение – это треска. Вот такая пачка трески стоит 279 рублей. Это самый дорогой продукт из всех трёх. Бурый рис стоит 200 рублей. И за 320 граммов фарфали с курицей вы заплатите 170. Ну это макарошки с курицей, чё там дешёвая. Треска, да, треска дороже. Ну и бурый рис с говядиной тоже дороже. Но в целом, конечно, это не дёшево. Как многие пишут, за эти деньги мы купим 400 килограммов гречки и будем питаться несколько лет подряд. Но мы говорим с вами про готовую продукцию, за которую всегда надо платить. С доставкой вам тоже привезут вог за 200-300 рублей, который будет весить там около 400 граммов. Ну как правило вот так. То есть в принципе, в принципе, вот это можно заказывать и с доставкой примерно за те же деньги. Что касается состава. Ну вот, например, бурый рис с говядиной, да. А что здесь написано? Крупа рисовая, бурый рис, вода питьевая, говядина, сливки, цукини, да-да-да-да-да-да. Всё натуральное. Тут нет каких-либо консервантов, красителей, ароматизаторов. С треской, в принципе, та же самая ситуация. И фарфали. Фарфали с курицей чуть менее красочны всё. Тут содержится дрожжевой экстракт. А дрожжевой экстракт это усилитель вкуса. Ну, который аналог типа глутамата натрия. В общем, если вы один из тех, кто категорически не приемлет глутамат натрия, то имейте в виду, что здесь тоже есть усилитель вкуса. В принципе, идентичный. Ну, а так в целом состав довольно натуральный. Пойдёмте проверять, будет ли свистеть. То есть вот это, это специальный клапан, который издаёт свист. Посмотрим. Тихо. Ждём. Нам главное не спугнуть. Сейчас всё будет. Слышите, да? Все три упаковки у нас пропищали. Давайте попробуем открыть. Или что, как срезать надо? Ну, так вот не откроешь. Придётся всё это надрезать. Ничего не буртнет оттуда. Я несколько скептически относился вот к этой фразе на упаковке. Мы используем большое количество соуса. Это позволяет сделать блюдо сочным и сбалансированным по вкусу. Но по факту так и есть. Сначала бурый рис с говядиной. Давайте будем честны и признаем, что действительно блюдо от Мираторг выглядит очень влажно и на самом деле довольно аппетитно. Это вот говядина. Видно, что здесь положено от души, смотрите, кабачков. В фасоли, да? И вот он рис. Я не знаю, кстати, почему он бурый. По-моему, обычный белый рис в соусе, нет? Или я что-то не понимаю в буром рисе. Но вообще соотношение вот так вот как бы риса и всего остального очень хорошее. Ну, действительно, выглядит хорошо. Выглядит так, что это хочется скушать. Как факт. Давай сначала попробую рис. Вот здесь рис вообще ни разу не превратился в кашу. Ничего себе. Я вам более того скажу. Здесь даже овощи не превращены в кашу. Здесь даже морковка чуть-чуть хрустит. Кабачок уже ближе к каше, но все-таки еще сохраняет структуру. Ребята, ну, что касается вот именно качества приготовления и того, какой еда осталась после подогревания в микроволновке, я вам скажу, это достойно. И, видимо, вот эта технология как бы полного запечатывания в упаковке, то, что мы ее не приоткрываем, там, ничего с ней не делаем, сохраняет влагу. Потому что микроволновка, она очень сильно вытягивает влажность из продуктов, да? Ну, физика такая, да? Вот эти вот микроволны, они как бы молекулы воды друг с другом сталкивают, насколько я это понимаю. Я, конечно, не физик, вы меня камнями закидаете, если физикой занимаете. Они сталкивают, и вода как бы фактически разогревается внутри продуктов, влага, и она испаряется из-за этого. Вот. Здесь же как бы она сохранена. Клево. Много соуса. Что касается вкуса, то тут нет каких-то таких феноменальных, там, специй, еще чего-то. Тут обычный сливочный соус, соль, перец, нормально, влажненько, и вкусы здесь создают овощи и мясо. То есть за 200 рублей, вот если они цену не поднимут, потому что, я так понял, это какой-то новый продукт, я раньше не видел этого у себя в магазе, вполне возможно, что поднимут цены. Если это будет стоить 200 рублей, то вот такую штуку взять на обед вполне можно. 300 граммов еды вполне достойно. Ладно, давайте фарфали глянем. Выглядит чуть более уныло, чем говядина. Говядина, мне кажется, действительно достойна, а фарфали выглядит скучнее и в целом, ну, как-то обыкновеннее, что ли. Ну, смотрите, соуса действительно много. То есть соуса столько, что не возникает вообще никаких вопросов. Вот курочка, да, причем, смотри, это не филе, это кусочек бедра. Вот еще курица, еще курица, еще курица. И, в принципе, все курица. Или еще там есть. Пять довольно крупных кусочков курицы. То есть это не с ноготочек, да, а так вот нормальный. Но все равно, как бы, по ощущениям говядины было больше. От этого блюда тоже нет никакого вообще аромата такого особенного. Знаешь, типа тупо столовка. Ну, такое, столовские макарошки, вот эти вот бантики, да, с соусом. Ну, опять-таки, видимо, сливочным. Хотя там вот дрожжевой экстракт с какими-то дополнительными специями. И даже что-то, помню, там было про имбирь. Но вот запаха какого-то имбирного или необычного я не чувствую. 160 рублей. Перед сладкий, шпинат, крахмал кукурузный, масло сливочное. В этом блюде вкус довольно выраженный такой. То есть непонятно какой, опять-таки повторюсь, но он довольно выраженный. То есть это как будто усугубленная столовка. Ничего не вижу плохого в столовках, честно. То есть если это вкусно, сытно и недорого, а в данном случае это самый недорогой продукт. И всех, что мы брали. И куриное бедрышко. В общем, с точки зрения цены, качества и вот как бы удовольствия, наверное, вот это прям хорошо. То есть 170 рублей за, опять-таки, за 300 граммов еды, где хорошие макарошки, нормально сваренные, где какой-то довольно яркий соус, несмотря на то, что он яркий благодаря усилителю вкуса, да. Можем простить? Я не знаю, пишите в комментах ваше отношение к глутамату и вообще усилителям вкуса. Мое отношение абсолютно индифферентное. Я считаю, что в современном мире это абсолютно нормально. Вся Япония с глутаматом живет. И живет подольше нашего, кстати. Но я не утверждаю, ребята. Смотрите вон телевизор. По телевизору эксперты вам подскажут, как правильно жить. И пальмовое масло. Все вам расскажут, короче. Меня не слушайте. В общем, по итогу хочу сказать, что опять-таки это вкусно. вспоминая, вспоминая когда-то давнишние обзоры моей номераторговскую замороженную лазанью, что-то еще у них там было. Это просто какой-то кромешный ад. Это какие-то... И вот это... Вот это гораздо лучше. Вот это похоже на еду. Треска. Не люблю рыбу, но давайте посмотрим. Тут рис уже похож такой, знаешь, на ризотто скорее. То есть он вот прям как каша. Но зато треска, пожалуйста. Вот кусок. Довольно большой кусок филе трески. Не развалившийся. Целый кусок трески. Второй кусок трески. И если будет еще кусок трески, то нет. Все, не будет. То есть тут два кусочка трески и рис. Причем рис обычный белый. И вот здесь вот еще используются этот. Кусочки дикого риса. Ну сейчас модно вот это все. Хипстеры и зожники очень любят вот это тут. Все, что не обычный рис, все круто считается. Рис выглядит весьма кашкообразно. Кашкообразно. Впереди один слог. Выглядит не очень аппетитно, честно скажу. То есть треска выглядит хорошо. Вот тем, кто любит рыбу, выглядит хорошо. А вот как бы рис выглядит соусом, который чрезмерно закрахмален. Ну больше реально похоже на ризотто. Ну честно говоря, вкус вот у соуса, он мне кажется практически одинаковый во всех блюдах. Вот может быть курица немножко отличается, потому что там все-таки даже по цвету как бы вот эта вот паста, она чуть-чуть как-то желтее, орыжевее что ли. А вот этот рис с говядиной и рис в треске, они в принципе очень похожи. Но здесь он как будто бы еще дополнительно закрахмален. То есть соус более густой. И хочу заметить, что это не рис переварен. То есть сначала кажется, вот когда так на него смотришь, кажется, что рис уже в каше. Нет, рис нормально сварен для еды. То есть если бы это было суши, я бы сказал, блин, зачем? Но для еды он нормальный, то есть чувствуется еще структурка рисинок. В целом вкусно, нет, вот этот шпинатик попадает, какие-то зеленушечки. Гарнир в этом блюде хороший рисок. Так, ну что касается самой трески. Я вообще не специалист в рыбе, я очень редко ее ем. Ну вот насколько могу судить, очень плотная, хорошая треска. Не вот эта вот слюнявая рыба, которую, знаешь, бывает ты разморозишь, а потом еще переготовишь. У тебя получаются прям такие вот слюни, просто ну каша рыбная. Ну вот здесь же прям такая нормальная структура самой рыбы. И довольно вкусно. Ну то есть, ребят, и даже рыба. То есть вот это блюдо я бы съел, несмотря на то, что в принципе я рыбу-то не очень как бы люблю, да, по жизни. Вот, но я бы съел, потому что это довольно вкусно. И это довольно вкусно, и это довольно вкусно. Но, но честно, если бы я выбирал, наверное, все-таки самое-самое прикольное блюдо, вот из всех, что мы попробовали, это вот эта вот штукенция с говядиной. Она и выглядит ярко, и много разных ингредиентов, красочно все. И хорошо приготовленная морковка, вот кабачок, мясо очень мягкое, рисочек такой хороший. И все душевно, короче. Вот это, вот это блюдо для меня номер один. Фарфали с курицей, это чуть лучше столовки. И треска с рисом просто для тех, кто любит, как бы, рыбу. Вот, я могу сказать, что не особо воняет, кстати, рыба. Вот, меня вот это в офисе все время вымораживало, когда кто-то приносил рыбу в офис. А у нас можно было есть в офисе, подогревать, была микроволновка. Вот, многие приносили. Если кто-то приносил рыбу, это просто, блин. Ну, тем не менее, как бы, ладно, в общем. Эта рыба не так воняет, я вам скажу, что в офисе можно подогреть и поесть. Вот такой вот Мираторг. Всем спасибо за просмотр, я думаю, что скоро выйдет новый выпуск жертвы маркетинга, потому что, да, у меня есть там заначечка нескольких продуктов, которые в обзор обязательно попадут. А, подожди, и в конце сколько хранится, кстати? Сейчас. Хранится, между прочим, этот продукт. Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Два месяца. А как тебе пока? Субтитры подогнал «Симон»!